Почему акцизный табак такой дорогой? Давай поговорим об этой проблеме с точки зрения покупателя. Сейчас производителем табака станет каждый, у кого есть ведро. Саша, акциз для чего вообще нужен? Логика-то очень простая. Есть товары, которые не требуют особого вложения в их производстве. Государство на акцизе зарабатывает бабосик. Традиционно в России это что? Алкоголь и табачок. Естественно, но помимо этого еще есть такая прекрасная благородная цель, как ограничение потребления табачка за счет его цены. Потому что статистика говорит, что в европейских странах и других странах, где действительно очень высокие цены на сигареты и акциз, это работает на уменьшение потребления действительно. Мне кажется, у нас тоже работает, и все вообще, и дарт-маркетинг этот связанный с распространением табака тоже вроде как работает. Но нас-то трогают с тобою кальяны, табаки, которые нужны, для того, чтобы забивать их туда. Меня дико бесят дорогие табаки. Я не могу. Я просто раздражаю на уровне вот на таком аж. Поэтому вот давай разберемся, почему акцизный табак такой дорогой. Я думаю, что дело не только в акцизе. А в чем? В спекуляциях. Так, типа у нас акцизный, поэтому в 4 раза дороже. Да, знаешь, как НДС повышается на 2%, а цены на 20%. Я думаю, что здесь вот такая же какая-то штука происходит. Ну, возможно. Смотри, у меня про цены мысль такая. Смотри, я магазин, ко мне приходит табак, который стоит, там, условно говоря, 100 рублей за единицу, акцизный. Я, естественно, накручиваю на него свои там сколько там? Там 100%, и он уже стоит 200 рублей. А если ко мне приходит безакцизный табак по 25 рублей, я накидываю 100%, он стоит всего 50. Таким образом, получается, рост цен для акцизных табаков с маржой, для безакцизных, он в прогрессии расходится. Естественно. Конечно. Давай узнаем, на самом деле, как это происходит, если с нами поделятся все-таки правдой. Но вот все равно, пойдем в магазины и спросим у владельцев, как вообще они работают с акцизным табаком, какое там ценообразование, из чего они имеют прибыль. Идем. Привет, Вячеслав. Привет. Мы разговариваем об новом законе, который скоро вступает в силу, по идее, во всяком случае на него надеются. Как с акцизами происходило у вас раньше, когда безакцизный табак пропал? Был такое? Да. Вот, получается, с начала Нового года резко пропало все, просто Даля, там, Щербетли и тому подобное. Ну, мы как-то были готовы, то есть у нас ассортимент достаточно был высокий. Ну, ладно, это вы были готовы, а люди, которые приходили к вам, говорили, да, Щербетли, ну, есть ведь из-под полы. Нет, не было, в принципе, все закончилось, поэтому, ну, альтернативу предлагали всех. Альтернатива, она выше же по цене была? Что-то, да, что-то было дешевле, там, типа, чайные смеси всякие, неон, там, и так далее. То есть были дешевые аналоги. Ну, до сих пор ведь по-любому спрашивают, заходят и спрашивают. До сих пор спрашивают. Да, упорно. Вот сейчас грядет изменение. Изменение вообще в целом, весь рынок, мне кажется, будет немножко форматироваться, и все, весь высокий сегмент, непонятно, что с ним будет происходить. Как вы к этому готовитесь? Мы, честно, еще не готовились, но я думаю, что будем уменьшать закупку, то есть, ну, количество товара, которое мы сейчас покупаем по крупной цене. Почему? Ну, чтобы не потерять деньги. То есть вы все-таки ждете какого-то изменения, да? Ну, я думаю, что будет снижение цены. Такое. Как вообще в дальнейшем будет выглядеть рынок? Есть какая-то версия в связи с этим новым законом? Я думаю, что будет расти из-за этого. Количество, ассортимент, в смысле, расти? Те ассортимент и покупная способность, потому что будет дешевле. Но объективно сейчас те цены, которые есть на определенные сорты табака, сорта табака, они завышены? Да. Да, то есть вы ждете, что как-то встаканец. Ну, сколько процентов завышена цена? Мне кажется, процентов на 20-25. Может, даже больше. Речь не о марже, речь именно о наценке. Именно, да, о наценке. Давай поговорим вот об этой проблеме с точки зрения покупателя. До момента акциза был определенный спрос, потом он изменился. Вот что, как покупатель, как он реагирует на цену? Как он, какие безакцизные табаки он спрашивает до сих пор? Ну, в первую очередь, это Щербетли, Адалия, Фумари, Нахла, Абзал безакцизный. То есть, ну, наверное, то, чего спрашивают, это Щербет. То есть, в первую очередь, приходится сразу вопрос, есть ли Щербет. Соответственно, когда получают, ответ нет, ну, многие уходят, а многие там... Переключаются на что-то другое. Да, на что-то другое. Допустим, много альтернатив. Это Неон, который стоит так же бюджетно, как Щербет. Дую, то есть, ну, достаточно есть, чем заменить. Тоже Дегастро, допустим, можно предложить человеку. Как бы, кто-то уходит, кто-то предпочтение отдает Щербету и не готов платить за акцизу. А те, кто изначально нацелены на акцизные табаки, они что предпочитают? Что предпочитают те, кто изначально? Ну, это, наверное, Дарксайд, Дафт, Мастхэв, Дейли Хука. Давай, вот, смотри, с нового года до сегодняшнего дня, прошел уже какой-то период. Как вот, ну, все равно же, помнишь, в памяти осталось, как народ перестраивался с их предпочтений тогда на предпочтения сейчас? Есть какая-то тенденция, которую можно вычислить за полгода? То есть, чай из-за того, что стал дешевым, ну, не требует акцизы, соответственно, он стоит дешево. И как дешевая альтернатива люди берут его. И есть достаточно интересные продукты, которые людям нравятся и которые приходят еще раз за ним. Какой можно сделать вывод из будущего, которое нам светит, для покупателя? Будет ли ему хорошо от введения этого нового закона? Я думаю, да. Потому что цена, ну, однозначно будет дешевле все. То есть, цена сбавится, ну, как-то считали, там, прикидывали, ну, процентов на 15-20 точно. Ты, наверное, не слышал, но существует такая общественная организация «Кальянный союз содействия» во главе с Асей Закатовой. Это женщина, которая организует «Хука-клаб-шоу», самую большую выставку в мире. В том числе, благодаря ее манипуляциям, действиям, стараниям удалось добиться того, что сейчас рассматривается потрясающий законопроект. Подожди, рассматривается. У нас уже прошел третье чтение. Все информационные агентства, новостные агентства просто размахивали флагами, по поводу этой новости. Вроде как она должна прямо облегчить рынок. Но в комментариях под новостями все закатывали и говорили спасибо, что хоть кто-то продвигает кальянную индустрию там. Вроде как он прошел третье чтение, только осталось подпись и все. Ну, то есть остались фактически формальности. На третье чтение обычно не возвращаются на перерассмотрение. В чем суть? Раньше акциз рассчитывался вот со всего объема готового продукта. То есть есть у тебя пачка 100 грамм табака, условно. Там у тебя сироп, патока, разные другие примеси. И со всего этого 100-граммового веса рассчитывается акциз. Так, а сейчас? А сейчас он будет рассчитываться только с веса чистого сырья табачного. Знаешь, что я тебе скажу? Ну-ка. Если такой закон вводят, значит, есть какое-то охеренное но. Если говорят, что, ребят, все будет очень легко и хорошо, то значит, в конце кому-то будет... кому? Ну, вот интересно, потому что у производителей-то мнения разные. Конечно, все равно в любом случае это все на потребителей скажется. Но я, знаешь, что вспомнила? У нас же с 1 марта 2019 года вводится обязательная маркировка табачных изделий. Это как эгоист для алкоголя. Так. Может быть, выстрелит вот там вот, вот с той стороны нам сюрпризики-то повалятся. А как... Знаешь, как это? Одной рукой наказать, другой... Это похвалить. А ты дай-то, а ты собери. Да. Подожди, а как это будет? Маркировка. То есть мы обязаны будем писать количество табака, какой табак, да? Что там еще мы положили? Глицерин, не глицерин, усилитель вкуса, глютамат, натрия, все вот это вот. Но эта маркировка обязательна и сейчас. Имеется в виду, что с помощью штрих-кода на пачке табака можно будет отследить весь путь от производителя до конечного покупателя. Знаешь, тебе знакома эта система с алкоголем? Да, я не очень понимаю. Отпикивают дважды бутылки, одну для эгоист, другую для кассы. Это же нефиговое удорожание пойдет, потому что по водке точно пошло. Я не знаю, можно ли сравнить DarkSide с водкой, например. И, кстати, интересно, раз уж у нас так удешевляется акциз, да? Вот посмотри, что будут делать те, кто уже получили дорогущий акциз? А-а-а, они теряют бабосики. А маленькие компании, которые сейчас тайно в подвальчиках режут, наряжают чайный лист, добавляют его все это, тут начнут производить таким же макарным табаком? Да, не то, чтобы они потеряют бабосики. Я думаю, что у них просто уменьшится вот этот вот себес на производство табака, у них высвободится большая масса денег, но цена-то на табак не упадет. Да? Да, конечно. Ну и все. Ты когда-нибудь видел, чтобы у нас цены падали? Видел? В 90-е. Нет, на гречку иногда падает. А в пятерочке бывают акции. А с другой стороны, в пятерочке табак, к сожалению, не продается по акции. А с другой стороны, представляешь, какой действительно простор для тех, кто мечтал о своем производстве собственного табака? Они же хлынут просто на рынок, и это же так легко просто сейчас станет, как самозанятыми, станет очень легко легально вести бизнес. Не правильно ты говоришь, не самозанятые, не то слово такое, самосад. Так употребляется это слово. Махру во дворе вырастил, акциз на рынок. Ну вот, как я прочитала в одном из чатов, сейчас производителем табака станет каждый, у кого есть ведро. Да, это, кстати, классная фраза. Классная фраза, да, мне тоже понравилось. Я не знаю, что с этим делать, мне кажется, эти изменения в ближайшем будущем нагрянут. По-моему, даже уже срок введения этого закона в силу где-то маячит перед нами. Будем ждать с интересом. А еще мне бы очень не хотелось, чтобы начался мухлеж. Потому что, ну, ты понимаешь, да, чем меньше табачного сырья в пачке, тем дешевле акциз. Соответственно, можно же добить не табачным сырьем, а, как ты говоришь, чайным. Подожди, чебака разбогатеет? Вполне возможно. Ну, чебаку, вот пока чебаку, пока акциз на чебаку не ввели, что, кстати, вполне себе возможно, что на чайные смеси тоже введут акциз. А еще вводят один закончик, в котором все никотиносодержащиеся, содержащиеся, приравнивают к табаку. Таким образом, чаечек-то тоже попадает под акциз. Да, поэтому, когда говорят, что чай без акциз, я всегда предупреждаю, ребята, у нас вот тут ни в чем нельзя быть уверенными. Сегодня на чай нет акциза, завтра на чай есть акциз. С этим законом есть уточнение, как я уже сказала про мухлеж. Акциз, вот этот вот новый, да, новый расчет, будет распространяться только на те продукты, пачки, где содержание табака не менее 20%. А если менее? А если менее, то тебе не дадут акциз тогда в таком случае, и ты не сможешь вести свой бизнес. А на пачке обязательно маркировка процентов соотношения? Да, их заставят обязательно писать, сколько процентов пачки табака. И при этом, если ты вообще не указываешь, сколько там процентов, то тебе считают, как раньше, акциз по полному весу. А если я написал 20 и положил 80, это же по-любому будут такие хитрости. Вот, вот, вот тут мы подбираемся к самому интересному. Но если ты написал 20, положил 80, это, ну, это для законодателя не очень хорошо, для нас это наоборот хорошо, согласись, для потребителя конечного. А если наоборот, то здесь уже встает вопрос, либо ты покупаешь табак, в котором мало табачного сырья, задешево, либо, ну уж, качественный продукт, где 80, 70, 90 процентов содержания табака. Кстати, прикинь, какой классный маркетинговый ход. Вот наверняка появятся какие-то производители, которые будут указывать не по минималке 20, а типа 90, потому что мы очень крутые. Чувствуешь, да? Понимаешь, о чем я говорю? Очень дорогой табак, вот о чем ты говоришь. Очень качественный, то есть это теперь будет определенным инструментом, наверное, отстройки от других табачных конкурентов. Давай... Указать большое количество табака в пачке. Давай поговорим о том, что у нас есть несколько советов для тех, кто боится попасть в нежные, но очень крепкие руки. Абэп. Что делает государство, когда принимает новый закон, Саня? Что? Оно организует проверку исполнения этого закона. Ну так давно же проверки вроде как в целом всю индустрию лихорадит в связи с проверками. Все зачем делается? Затем, чтобы было легче управлять. Так всегда. Всегда. Единственное, что количество игроков на рынке, мне кажется, не уменьшится, как предполагается, до двух-трех. Их все равно будет достаточно много. Но в целом цепкие ручки налоговой, Абэп, акцизеров, они тянутся к производителям. Что делать? Какие могут быть тут советы, как обезопасить себя от всяких разных неприятностей? Как? Во-первых, помним про лимиты. Помним про лимиты. До 100 тысяч рублей это не уголовка, это административный штраф. А он большой? Удобно. Большой? Он разный. В зависимости от того, у тебя юридическое лицо или ИП, он разнится. Ну, в общем, уточняю момент, хорошо. Да. Ну, до 100 тысяч рублей, если у вас без акциза на эту сумму, там штрафов больших не бывает, потому что государство считает свой ущерб. Ну, то есть там, ну, это подъемная сумма. Нормально. До сотки. Дальше что надо делать? Обязательно соблюдать правила работы с акцизом, потому что многие начинают и старые акцизированные перекладывать в пластиковые контейнеры и так далее. И вот, когда приходит АБЭП, они вот это вот все переложенное, перефасованное, что делают? Изымают. То есть мы обязаны в пачках все хранить, получается? Либо хранить в пачках. Кстати, многие производители сейчас делают удобные банки для хранения, на которых акциз сохраняется. Ну, то есть банков, которые ты покупаешь и с ней же работаешь. Но если все-таки ты перекладываешь, есть специальные правила по журналу перефасовки, перетарки табака. Вот, об этом можете почитать подробнее в интернете, сейчас мы не будем на этом останавливаться. Но обязательно нужно это учитывать, что есть специальные журналы, где все это учитывается. И лучше иметь его под рукой. И третье правило – это просто все сертификаты в соответствии качества у производителей запросить и держать тоже где-то рядышком. При себе. Да. Друзья, ждем вступления этого закона в силу. Так или иначе, он сулит нам всем выгоды, особенно нам. Ну, вдруг подешевле. Да. Ну, вдруг подешевле. Ну, вдруг подешевле. Очень надеюсь. Да. Всем спасибо. Оставляйте свои комментарии, пишите, как вас Абула Бэб. Не пишите, как вас Абула Бэб. Лучше напишите про то, что вы думаете в связи с принятием нового закона. Как будет развиваться табачный рынок, куда все это пойдет, много производителей останется, появятся ли новые. В общем, все ваши мысли по этому вопросу. И есть ли у вас ведро, чтобы стать производителем? Да, это кальянный канал МакКлауд.